Здравствуйте! Вы смотрите новости Венсполса в эфире Курзомское телевидение в студии Татьяна Саксаганская. На прошлой неделе в озере Пузос была констатирована массовая гибель рыбы одного вида. Причины неясны до сих пор. Сейчас анализ проводит Институт Биор. На сегодняшний день ясно, что причиной гибели не была работа очистных сооружений. По озеру Пузос, которое находится в 30 километрах от Венсполса, регулярно курсируют моторные лодки. Это сотрудники Государственной службы охраны среды берут анализы, чтобы понять, какова причина массовой гибели редкой породы рыбы семейства корешковых снитка. Позвонили рыбаки и сообщили, что возле лодки плавает мёртвая рыба. Я поехал, посмотрел, действительно так и есть. Но тогда всё выглядело не так страшно. Я информировал волосное самоуправление, что происходят странные вещи, что надо незамедлительно организовать забор анализа воды реки. Эта рыба водится в семи озерах Латвии. Одной из них – Курзем и Пузе, остальные шесть – в Латгале. Когда на берег озера выбросило первые тысячи снитков, возможной причиной посчитали загрязнение от очистных сооружений. Но после проведенного анализа эту версию опровергли. Загрязнения констатировано не было. Озеро принадлежит государству. Согласно договору, на 30 лет обслуживает его фирма Пузе Сезерс. За рыбой здесь присматривают, и подобной ситуации никогда не возникало. Сниток – одна из старейших рыб Латвии, и она служит важным звеном в пищевой цепочке. Это рыба еще с линькового периода. Как ученые говорят, это реликтовая рыба. Даже изданы правила кабинета министров, согласно которым она находится под защитой. Эта рыбка интересует рыбаков как хорошая питательная база для ловли судака и окуня. Поэтому окуни в озере Пузе достигают полутора килограммов и больше. Этот вид рыбы редко удается поймать. Она живет очень глубоко. Причиной массовой гибели может стать изменение состава воды, которое происходит естественным путем. По мнению управляющего, причины гибели могут носить мистический характер. Можно предположить, что они все достигли своего пятилетнего возраста и умерли одновременно. Кажется, эта глупость не верится, но 0,1% вероятности есть. Возможно, есть и человеческий фактор, но в это мало верится. Тогда бы и другая рыба погибла. Есть нелегальные методы рыболовства, например, с использованием электричества. Но ни одной другой рыбы мертвой не обнаружено. Возможно, что-то произошло с водой на глубине, и им чего-то не хватает. Может, со временем накопились какие-то нитраты и фосфаты, или образовались какие-то водоросли. Когда-то синих водорослей не было. Может, теперь на глубине образовались и выделяют токсические вещества. Взятые анализы воды в озере Пузас направлены на исследование в Институт Биор. Татьяна Саксаганская, Гонда Порнеца, Эдгар Индриксон, Скурзымское телевидение. Сегодня в замке Ливонского ордена председатель Венсполской городской думы Айварс Лембергс торжественно вручил девяти педагогам и трем учащимся удостоверения и денежные призы фонда инновационной педагогической деятельности. По словам мэра, за 20 лет существования фонда поменялись ученики, но не сами результаты педагогической деятельности. Фонд инноваций педагогической работы Венсполса был создан более 20 лет назад, чтобы прославлять талантливых учеников и педагогов, использующих в своей работе творческий подход, а также проявляющих мастерство и преданность своему делу. В этом году удостоверение получили как педагоги, которые уже были удостоены чести стать лауреатами, так и новички. Раз за разом появляются новые фамилии, новые педагоги, которые тоже достигают высоких результатов. Вернее, их продукт – это хор или по предмету учащихся. Это, конечно, радует, потому что никогда не может достижений быть слишком много. Так что чем больше этот круг награждаемых, тем это лучше. Лауреатами этого года стали учитель домоводства и технологии Венсполской первой основной школы Эрик Шульц, учителя английского языка Венсполской государственной первой гимназии Марута Коха и Инна Сезедани, учитель английского языка 4-й средней школы Лиги Тецелма. Их воспитанники показали отличные результаты на региональных олимпиадах и централизованных экзаменах прошлого учебного года. В состав, например, кто поет в хоре, они всегда как идут на смотр, так и этот хор всегда достигают очень высокие результаты. И это полностью подтверждает то, что у такого талантливого педагога всегда получается очень хороший результат. Не важно, это хор или это какой-то предмет, английский язык или это домоводство, или математика, или физика. Также удостоверение получили дирижеры пяти венспольских школ. Дирижер центральной начальной школы Рита Вевербранте, дирижер 4-й средней школы Регина Лауре, дирижер 6-й средней школы Антра Землэ, дирижер Парвинской основной школы Дина Озола, а также дирижер 1-й гимназии Дайнис Браунц. Это просто говорит о том, что наши хоры, которым руководят педагоги, они на осмотре показали очень хороший результат, набрали большое количество баллов, что соответствует диплому первой степени, и согласно нашему положению тогда они награждаются. Потому и такое количество это радует, что не один хор очень хороший, но это целая плеяда хоров. Наград фонда удостоились выпускники первой основной школы Роберт Карпинскис и Ренис Фрейбергс. За первое и второе место на Курзомской региональной олимпиаде по домоводству. А благодарность за высокие достижения на централизованных экзаменах получила выпускница 3-й средней школы Алина Бондарчук. Татьяна Шаховская, Андрей Кулыгин, Курзомское телевидение. Прием детей в дошкольные учреждения образования Венсполса в скором времени будут регулировать обязательные правила. Венсполская городская дума предлагает жителям города высказывать свои предложения. А познакомиться с проектом обязательных правил до 30 сентября можно либо на портале венсполс.лв, либо на домашней страничке управления образования, либо в венсполских библиотеках. Прием детей в дошкольные учреждения образования Венсполса в скором времени будут регулировать обязательные правила. В обязательных правилах будет описан порядок, в каком детские сады Венсполса будут осуществлять набор новых воспитанников. Правило предусматривает, что подать заявление о регистрации в детский сад можно будет в течение всего календарного года. И законопредставитель ребенка вправе подать заявление с момента выдачи свидетельства о его рождении. Законопредставитель может заполнить и подать заявление в управление образования Венсполской городской думы, в информационном центре жителей или зарегистрировать ребенка электронно, заполнив заявление на портале epakalpoemi.лв. Комплектуя группы, место выбранным дошкольным образовательным учреждений будет предоставляться в порядке очереди, соблюдая приоритетную последовательность. По словам Яниса Витуалинша, данная последовательность поможет организовать порядок, связанный с очередями в конкретные учреждения дошкольного образования. Эти условия предусматривают, что один из родителей, хотя бы один из родителей, должен быть постоянным жителем города Венсполса. То есть он задекларировал свое место жительства в нашем городе не позже, чем 31 декабря предыдущего года. И тогда брат и сестра, как я сказал, и следующий приоритет – это дети сотрудников. Если там работает мама или папа, наверное, скорее всего, мамы, потому что в основном, конечно, работники у нас в садиках – это женщины. Тогда это тоже приоритет, следующий приоритет, что если есть свободные места, то именно в этом садике может как следующий быть принят. Одновременно проект правил предусматривает, что в случае, если до 1 сентября ребенка нельзя обеспечить местом в выбранном детском саду, то Управление образования Венсполской городской думы предоставит ребенку место в другом ближайшем учреждении дошкольного образования, где есть свободные места, или перерегистрирует заявление на следующий учебный год. Но, как я говорил, документ этот сейчас находится в общественном обсуждении, и каждый может прочитать и высказать свое мнение. Потом на комиссии по образованию мы еще раз это рассмотрим, какие поступили эти предложения, и потом уже эти правила будут утверждены на задании думы. Жители города до 30 сентября могут высказать свои пожелания в связи с проектом обязательных правил, позвонив в Думу или оставив их в комментариях на городском портале. Все они будут рассмотрены на комиссии по образованию. Татьяна Шаховская, Эдгар Синриксонс, Курзамское телевидение. Сегодня Венсполская больница отмечает свою 91-ю годовщину со дня основания. На торжественном открытии больницы в далеком 1925 году присутствовали президент страны Янис Чаксты, министр образования Арвид Скалниндж и директор департамента здравоохранения Аогуст Петерсонс. На момент открытия Венсполской больницы было 40 койко-мест, и на сегодняшний день в больнице 300 мест. Важным в истории больницы стал 2010 год, когда, объединившись, Венсполская и Талсинская больницы образовали единую структуру Северокурзамской больницы. Северокурзамская региональная больница обеспечивает неотложную медицинскую помощь более чем 100 тысячам жителей региона. Ежегодно в стационаре больницы проходят лечение почти 10 тысяч пациентов. Амбулаторную помощь оказывают около 60 тысяч пациентов. В Северокурзамской региональной больнице медицинскую помощь оказывают 113 врачей, 202 медсестры и 92 помощника медсестры. Регулярно Венсполская больница при поддержке Венсполского самоуправления приобретает современное оборудование, позволяющее более точно устанавливать диагноз и оказывать медицинскую помощь. В Венсполской больнице сформировались добрые традиции. Например, ежегодно чествуют лучших работников года, лучшие отделения. А в начале июня проходит слет малышей, появившихся на свет в Венсполской больнице. В Венсполский православный храм святителя Николая отметил свой 115-летний юбилей. К этому событию был приурочен визит митрополита Рижского и всея Латвии Александра. Во время богослужения особо чествовали тех, кто оказывал посильную поддержку в восстановлении церкви. Освящение Венсполского православного храма состоялось в сентябре 1901 года. За 115 лет своей истории храм никогда не закрывался. В нем всегда совершались богослужения, на которых собирались верующие христиане. В последние годы ведутся активные работы по реставрации здания церкви. Установлены новые купола, колокола. Финансовую поддержку для проведения реконструкции оказывает и Венсполская городская дума. На торжественном богослужении в прошедшее воскресенье за финансовую поддержку церкви мэр Венсполс Айвер Лембергс был награжден орденом святого священомученика Иоанна Архиепископа Рижского. Этот орден учрежден Латвийской православной церкви в 2006 году. Девизом ордена являются слова из соборного послания святого апостола Якова «Вера без дел – мертва есть». Вручил орден Венсполскому градоначальнику лично митрополит Рижский и всея Латвии Александр. Особых благодарностей удостоились и предприниматели, оказывающие материальную поддержку православной церкви Венсполса. «Самая главная награда – это, конечно, будет от самого Бога. Но церковь, она не оставляет своим вниманием, заботой всех тех, кто самотверженно, кто отдает частичку своей души, своего труда на восстановление этого удивительно красивого храма. Это доминанта города. Это одно из красивейших зданий курзами, когда люди только себе все, для себя. Это перед Богом не имеет никакого значения. Когда люди дают другому, и прежде всего Дому Божию, храму, конечно, это Бог принимает. И обязательно надо благодарить тех сам уже. А мы здесь на земле благодарим, как можем, желая людям добра, здоровья, помощи, и награжденным, и всем, кого не успели наградить, всему городу, жителям здоровья, мира, согласия, единства, дружбы. Потому что Христос нам заповедовал мир свой, оставляю вам. Вот мир, любовь, доброта, милосердие, сострадательность. Наши награды вызывают к этому каждому человеку. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. До середины сентября Венсполский дигитальный центр проводил набор в кружки по интересам. На прошлой неделе 14 кружков начали свою работу. В этом году количество учащихся, пожелавших учиться в дигитальном центре, превышает 430 человек. Однако эта цифра еще не точная, так как набор на некоторые программы все еще продолжается. Вот уже второй год подряд Венсполский дигитальный центр радует школьников города с широким выбором занятий и кружков по интересам. Подать заявки на участие могли как новые желающие, так и школьники, которые захотели продолжить начатое обучение. В прошлом учебном году кружки начали свою работу 5 октября. А Венсполский дигитальный центр, как призналась руководитель программы Гуна Степени, тем самым стал большой айти-школой. Венсполский дигитальный центр предлагает ученикам первых 12 классов получить новые знания в 14 разных кружках. Я думаю, что более 300 обученных детей в прошлом году – неплохой показатель. В нас поверили как дети, так и их родители. По словам Гуны Степени, в этом году наблюдается большой наплыв желающих посещать занятия. Создано 36 групп, и, как отметила руководитель программы, потребовалось создать еще несколько групп по тем кружкам, к которым был отмечен наибольший интерес. В первый день регистрации – 29 августа, когда мы только начали прием заявок, записалось 140 детей в один день. Наибольший интерес детей и их родителей вызывает робототехника, особенно у детей младшего возраста, а также цифровое домоводство, основы фото, видео и компьютерной графики. С этого учебного года посетители занятий ждет ряд новинок. Занятия по созданию домашних страниц и приложений для телефонов, основы трехдименсионной компьютерной графики, а также кружок робототехники. Прежде дети и молодежь Венсполса могли познакомиться с робототехникой в Доме творчества. В этом году Венсполский дигитальный центр перенимает занятия по робототехнике. Но мы не просто перенимаем. Мы хотим преподавать робототехнику детям и молодежи на более высоком уровне. Дигитальный центр также позаботился и о школьниках правого берега. Теперь ученики смогут посещать кружки по основам программирования и основам компьютерных знаний в Парвинте. Немаловажно отметить, что все кружки дигитального центра бесплатные. Это обеспечивает финансирование Венсполской городской думы. Уже второй год мы реализуем городскую программу, которая обеспечивает как заработную плату педагогам, так и возможность приобретения всей необходимой техники и программного обеспечения. Для детей это абсолютно бесплатно, даже если они посещают не один, а три или четыре кружка. Девятилетний Микус Фрейманис, помимо уроков в четвертой средней школе, также посещает кружки дигитального центра. В этом году он продолжит занятия по полюбившимся ему основам программирования и цифровому домоводству. Я сделал наклейку, плакат и поздравления. Учащийся кружков обеспечены абсолютно всем, начиная от планшетных компьютеров, заканчивая 3D-карандашами. А по словам руководителя программы, посетитель кружка должен взять с собой только желание учиться чему-то новому. В субботу в Венсполской детской библиотеке состоялось первое в этом году занятие «Школы Совет», организованное в рамках программы Латвийской национальной библиотеки «Книжный старт». Цель проекта – повысить навыки чтения у самых маленьких детей дошкольного возраста и впервые познакомить их с созданием библиотеки. На первое занятие пришли как те, кто уже участвовал в «Школе Совет» в прошлом году, так и те, кто оказался в библиотеке совершенно случайно. Венсполская библиотека уже второй год подряд организует мероприятие для детей и их родителей «Путсиш у школа». Главная его задача – не просто привить у ребенка трех-четырех лет любовь к чтению, но и познакомить его с библиотекой, показать здание и рассказать о том, что именно в нем можно найти. По мнению руководителя детской библиотеки Инесы Озолы, «Путсиш у школа» выполняет еще одну важную функцию – сближает ребенка с его родителями. Для трехлетних детей это первая школа, которую они посещают. Посетив пять занятий, получают удостоверение об окончании школы. Это совместное пребывание, треугольник, семья, маленький ребенок, библиотека. Это хороший способ по-настоящему насладиться книгами. К тому же занятия бесплатные, за это не нужно платить, и это доставляет удовольствие. В целом предусмотрено пять занятий, которые будут проходить в последнюю субботу каждого месяца. По словам Инесы Озолы, для тех, кто не пришел в субботу, еще ничего не потеряно. Стать участником «Путсиш у школа» можно в любой момент. Стать участником просто. Нужно прийти в такой день, как этот, в 12 часов дня в библиотеку и записаться у луковки на листочке, подтверждая свое участие в школе совят. Возраст детей, посещающих «Путсиш у школа» – 3-4 года. Однако это не строгие возрастные рамки. Также в школе ждут не только детей и их родителей, но даже бабушек и дедушек. Одним словом, всю семью. Конечно, если придет ребенок постарше, мы его не прогоним. Всех с радостью принимают на этом мероприятии, потому что приходят с братьями, с сестрами, старшими, младшими, всей семьей. Мама Яна вместе с 4-летней Энией в этом году решили продолжить обучение в Путсиш у школа. Яна призналась, что дочке нравятся творческие занятия, а также у Энии возник больше интерес к книгам и библиотеке. Да, книги для нас теперь стали друзьями. Теперь мы даже спать не уходим, если не прочитали сказку. Стали регулярно посещать библиотеку и брать домой книги. Мы покупали книги, но все те, что у нас есть дома, дочка теперь знает наизусть, и их читать ей уже неинтересно. Она знает содержание наперед. Самым маленьким участником первого занятия был Элвис, который пришел вместе со своей семьей, родителями и бабушкой. Книжки ему нравятся, он их быстро-быстро пролистывает, потому что он самый маленький посетитель школы Савя. Ему 2,5 года, а эта школа для детишек начинает 3 лет. Похоже, мы самые маленькие. Он продолжит посещать занятия? Нет. Если судить по поведению и самочувствию Элвиса, я думаю, что мы продолжим ходить, потому что он чувствует себя здесь хорошо, ему тут нравится. Были и те, кто попал в Путсиш у школы совершенно случайно. Как призналась Ева, мама двух дочек Марты и Хелены, в их семье все любят читать и часто приходят в библиотеку. Ева с уверенностью ответила, что все следующие занятия школы они с дочками обязательно посетят. Обязательно, обязательно. Да, все 4 или 5 раз обязательно придем. Тут интересно. На самом деле мы пришли просто так. Мы часто посещаем библиотеку. Обычно с нами приходит и папа. А сегодня пришли и узнали, что проходят занятия школы-совят. Решили тоже поучаствовать. На самом деле Марте 3 годика, и эта школа предназначена для нее. Но сестра присоединилась с удовольствием. Остались сейчас и разукрашиваем совят. В школе совят ребенку прививают любовь к чтению библиотеки, используя понятные малышу творческие методы. Как отметила Инесса Озола, школа открывает много нового не только ребенку, но и его родителям. Татьяна Шковская, Эдгар Синдриксонс, Курзомское телевидение. В этом году в рамках фестиваля «Золотая маска» в Венсполсе с гастролями будут гостить два российских театра. Московский театр имени Пушкина и Санкт-Петербургский большой драматический театр. Билеты на один спектакль уже раскуплены. Гастроли фестиваля «Золотая маска» в Венсполсе датирует местное самоуправление. В конце недели в театральном доме Юра Сварты будет показан спектакль Московского театра имени Пушкина по произведениям о Генри «Рождество». Этот мюзикл получил несколько наград фестиваля «Золотая маска». В начале октября Большой драматический театр Санкт-Петербурга привезет спектакль «Пьяные». Этот спектакль получил приз номинации за лучшую режиссерскую работу в жанре драма и специальную премию жюри. Оба спектакля планирует посетить и мэр Венсполса. Да, действительно, каждый такой спектакль, у нас будет два спектакля, раньше был один, сейчас два, 30 сентября и 5 октября мы даем дотации 14 тысяч евро. Но этот спектакль посвящают люди всех национальностей, не только русскоязычные, я думаю, даже больше там латышей, чем русских. И это традиционно приезжает с этими театрами и спектаклями, которые очень высокого художества на уровне. Так что это великолепная возможность. И так как выкуплены все билеты, то это говорит о том, что мы попали в десятку. А сколько часто вам лично получается посетить театр, и вы всегда выбираете Венсполс, или все-таки Рига тоже остается в ваших интересах? Ну, конечно, оперу я в Риге посвящаю, да, или там балет, я люблю больше всего балет. Вот, но балетных спектаклей не так много. Театры я и Рига, и Венсполс, но последний год, время мне довольно сложновато. Ребенок маленький, или там жена ждала там 2,5 часа сидеть, не всегда было удобно, да. Вот, но я стараюсь в Венсполсе посетить спектакли, но мне удается меньше, чем я бы хотел. И бывает, я президент баскетбольного клуба, когда игра баскетбольная, одновременно театр, и тогда что выбирать. Первый фестиваль «Золотая маска» в Латвии прошел в 2006 году. В Латвию с гастролями приезжают лауреаты этого фестиваля со всей России. Традиционно спектакль в рамках «Золотая маска» можно посмотреть в Риге, Лепе и Венсполсе. В течение недели в Венсполсе проходили соревнования по теннису ITF. Для одних это возможность набрать рейтинговые очки, для других – новый опыт участия в соревнованиях высокого уровня. Среди венсполских смартсменов лучше всего выступили Камила Бартон и Дениза Марцинкевича, ставшие победителем в парной игре. На теннисном турнире в Венсполсе собрались представители 14 стран – спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет. Победителем турнира стал Давид Тарторе, который вместе со своей землячкой Андрея Бриньячи победил и в парном турнире. В женской конкуренции в одиночном разряде победу одержала Кайса Вилда Хенемане. В парном турнире венок победителя достался Камиле Бартоне и Дениза Марцинкевича. В одиночном разряде латвийские спортсмены дальше четверть финала не прошли. Те, у кого нет рейтинговых очков, могут заработать их здесь. Но большинство игроков, которые участвуют в турнире, уже имеют очки. Накопленные очки позволяют принимать участие в лучших соревнованиях и играть на высоком уровне. Юниорские соревнования турнира ITF – последний шаг перед дебютом во взрослой лиге. Два года назад этот турнир проходил уже в Венсполсе, но тогда он относился к низшей категории. За это время турниру была причислена высшая категория. Главное – должен быть сильный состав игроков, но на это мы повлиять не можем. Какие игроки подадут заявки, кто запланирует ехать сюда, тот и приезжает. Были ли какие-то дополнительные требования с точки зрения организации турнира? Все, что надо было, мы сделали. Конечно, на четырех площадках невозможно организовать соревнования первой категории, потому что там намного больше игр и требования выше. А турниры третьей категории мы можем спокойно организовывать. Прошедший теннисный сезон в Венсполсе был насыщен спортивными событиями. Дважды в Венсполсе проходили этапы Кубка Латвии, проходили турниры для самых юных теннисистов, активно проводился и любительский чемпионат. В Венсполсе в этом году очень активно проявили себя любители. В любительском чемпионате участвовали примерно 70 игроков в женской и мужской группах. Только мы нуждаемся в том, чтобы хотя бы две площадки были под крышей, чтобы мы не зависели от погодных условий. Проводя этот турнир, нам просто повезло. Дождь нам практически не мешал. Но во второй половине сентября может идти дождь. Тогда было бы сложно проводить турнир. В Олимпийском центре Венсполс тренируется более 80 детей в 8 возрастных группах от 4 до 18 лет. Тренируют детей два тренера. Не скажу, что игроков стало больше. Количество спортсменов в принципе не меняется. Это очень специфический вид спорта. Невозможно добиться чего-то за один-два года тренировок. Теннисисты, которые играют в турнире ITF, тренируются уже по 10-12 лет и за дня в день. Какие турниры пройдут в Венсполсе в следующем году, станет известно после того, как о месте проведения турниров примет решение Национальный союз тенниса. Татьяна Саксаганская, Артур Анши, Эдгар Индриксон, Скурземское телевидение. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Предприятие Венсполсной Кустами и Пашуми приглашает 28 сентября в 18.00 на общее собрание жильцов дома по адресу На собрании будут рассмотрены следующие вопросы Отчет о доходах и расходах Микроклимат в квартирах и потребление тепловой энергии Счета за коммунальные услуги И планируемые ремонтные работы 29 сентября Те же вопросы будут рассмотрены с жильцами дома по адресу Напоминаем, что для принятия важных решений необходимо, чтобы проголосовали 50% плюс 1 владельца квартир Собрания будут проходить по адресу УЖВАС-8